Металлист стартует в Кубке Украины. Проведя пять матчей в рамках чемпионата страны, подопечный Александра Севидова сыграет дебютный поединок в национальном кубке. Слепой жребий в сопернике нашей команде определил середняка первого дивизиона муниципальный футбольный клуб Николаев. Будущие соперники стартовые баталии нового сезона провели почти одинаково. Металлист после победы над Карпатами четыре раза сыграл в ничью. Николаев в первом туре также одержал победу, однако в трех следующих смог разжиться лишь двумя очками. Кроме того, месяц назад николаевцы начали путь в Кубке Украины, проведя матч предварительного этапа, в котором на выезде в серии послематчевых пенальти обыграли Черновицкую Буковину. О том же, для какой из команд этот путь окажется более долгим, мы узнаем вечером в субботу. Перед николаевской публикой о желто-синей предстанут в несколько экспериментальном составе, так как еще после матча с Гаверовой главный тренер металлиста Александр Севидов заявил, что вся основа в город Корабелов не поедет. Соответственно, шанс проявить себя появится у нескольких молодых футболистов. У нас на самом деле не так много места для ротации, но все равно ее придется делать, потому что мы выезжаем в Николаев скоро, будем ехать и играть, но ротация будет, потому что футболисты, большинство футболистов по разным причинам не игравшие последние несколько месяцев. Но постараемся, постараемся, будем биться. История противостояния будущих соперников предельно мала. Насчитывает она всего 8 матчей, из которых 6 первой лиги и 2 высшей. Последнее же свидание Николаева и металлиста датировано 2004 годом. Праздник футбола на центральном стадионе Николаева состоится 22 августа в 17.00. Противостояние в 1.16 финала состоит из одного матча. В случае ничейного исхода в основное время команды ожидают две дополнительные 15 минутки и уже потом серия пенальти. В качестве главного арбитра на матче будет работать 29-летний одессит Вадим Саек, который не так давно обслуживал игру Николаев-Авангард Краматорск, закончившуюся минимальной победой хозяев поля.